Живопись, акварель, скульптура и монументальное искусство в одном месте. В большом выставочном зале Дома художников работает персональная выставка Владимира Стрижнова. Вернисаж приурочен к 60-летию художника. Он закончил Высшее Московское художественное училище, отделение художественной обработки металла и искусственно изготавливает медали. Также Владимир Стрижнов пробует себя и в скульптуре, но зрителям на этот раз он представил большое количество работ, написанных акварелью. И раньше он выставлял акварель потихонечку, где-то были не очень профессиональные, где-то так слабые. И вдруг такое количество акварелей, и они вполне хорошо оформлены, со вкусом. И, в общем-то, с очень большой географией мест России. В основном Россия здесь, конечно, но чувствуется, что художник передвигался и работал. В основном на полотнах запечатлено озеро Байкал, где художник провел целый месяц и все это время рисовал. Мастера впечатлила мощная энергетика тех мест, пронизывающий до костей ветер и, конечно, необыкновенно красивая природа. Там все красиво. Там есть места, где не ступала вообще нога человека на севере Байкала. Понимаете, ну вот как можно не восторгаться, когда ты идешь по тропинке вдоль Байкала, перед тобой безбрежное море, сине-зеленые воды, на горизонте горы, трехкилометровой горы с пиками, с белыми пиками, а на тебя идет леса. Еще одно любимое место художника – Дунилова. Пейзажи тех мест не оставят равнодушными никого. Владимир Астрежнов говорит, что решил сконцентрировать внимание именно на видах Байкала и села Дунилова потому, чтобы зрители смогли прочувствовать всю красоту тех мест. Дунилова – это купеческое село. Там было 19 церквей. Это путь из Кинишма в Москву. Там купцы останавливались. Там останавливался царь. Это очень старинное село. Датируется где-то 15 веком. И когда я попал в это село, у меня там дача. Дача уже, дай бог, лет 15. То у меня просто не было слов. Владимир Астрежнов шутит, что в нем живут и борются два художника. Один из них любит рисовать картины, другой предпочитает скульптуру. Коллеги отмечают, что для творческого человека 60 лет – это самый рассвет. И с выходом на пенсию у мастера появится больше времени для занятия любимым делом. И, возможно, вслед за фигурой городового и памятником художнику Вячеславу Федору в Ивановской области появятся и другие произведения монументального искусства. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.